В Бресской детской областной больнице есть коллекция, собранная медиками. Она состоит из монет, металлических, пластиковых, стеклянных деталей от игрушек, заколок и бусин и постоянно пополняется необычным путем. Каждый раз в нее попадают предметы, извлеченные из органов желудочно-кишечного тракта детей. Обращение в неделю от трех – это точно, минимум, бывает за сутки, трое обращений. Помощь, поскольку оказываем на областном уровне, соответственно, и с районных центров к нам приезжают помощь. Но проблема все равно является актуальной, потому что, к сожалению, данные случаи могут привести к летальному исходу. А в Республике Беларусь, к сожалению, такие случаи были. Чаще всего обращаются дети младшей возрастной группы от года до четырех лет, что обусловлена способностью этих детей пробовать все на вкус. Хотя встречаются и старшие дети, которые тоже проглатывают инородные тела, или случайно в результате вредной привычки, или же по каким-то особенностям психофизического развития. Если это агрессивные, конечно, подлежат удалению. Хотя бывает, что дети проглатывают монеты, которые застревают в пищеводе на уровне физиологических сужений. Поэтому в экстрем порядке эндоскописты с командой удаляют инородные тела. Извлечение инородных предметов проводится под наркозом. Для этого используются специальные щипцы, корзинки и эндоскопические петли. Проведение подобных манипуляций требует немалых усилий и профессионализма врачей. Специально для нас медики продемонстрировали, как это происходит на практике. Точное движение, захват и инородный пришелец пойман в ловушку. Особо хочется выделить элементы питания батарейки, особенно которые 3-х вольтовые, так называемые, которые используются в пультах, либо же в кухонных весах. И также магниты. Один магнит, он, как правило, большой проблемы не имеет. Но сочетание магнита с другим магнитом, либо же магнит с любым металлическим предметом, они, к сожалению, если они идут вместе, в паре, одновременно, они беды тоже не принесут. Но если они хоть через какую-то стенку ЖКТ, где-то это может, к сожалению, через определенное время вызвать некроз и будет перфорация, перитонит, так называемый, достаточно очень жизнеугрожаемое состояние. Еще более опасной бывает ситуация, когда инородное тело попадает в верхние дыхательные пути и перекрывает поток воздуха. Зачастую счет идет на минуты, а такие пациенты подлежат госпитализации в отделении реанимации. Инородные тела верхних дыхательных путей – это более опасные, чем инородные тела желудочно-кишечного тракта, потому что там может наступить асфиксия, мгновенная смерть, и можно ребенка не доставить до стационара, вплоть до того. Как правило, дети поступают с приступом кашля, кашель возникает резко, на фоне полного здоровья возникает кашель, потом свистящее дыхание. Чтобы не подвергать опасности своего ребенка, родители должны внимательно следить за своими детьми и контролировать, чем они играют. Особенно это касается возраста до трех лет. Это важно, ведь один маленький предмет в доли секунды может стать причиной большой беды.